всем добрый вечер мы начинаем урок по лекции 8 сегодня и я делюсь с вами экрана сегодня мы начинаем урок 8 лекшун номер оттэ буквы а у сам и и мы сегодня наш наш урок посвящен одежде покупкам в магазинах и походам на улицу то есть в город то есть мы разберем немножко одежду мы ее уже проходили ну повторим и пасма рассмотрим два текста сегодня мы просто перечислим некоторую одежду которая самая употребляемая и попробуем разобрать текст давайте рассмотрим dress and dress dress это можно сказать что это костюм дресс это у нас костюм и и он у нас мужского рода and dress далее смотрим ай т-шут почему т-шут потому что вы видите она выглядит как буковка т потому что если мы смотрим на просто шут и ай шут и шут это как бы рубашка до рубашка от и шут это с короткими рукавами это как эта футболка да и футболка у нас выглядит как буква т когда мы на нее смотрим ну без рукавов она наверно не будет выглядеть как буква т и поэтому и поэтому она называется те шут и ай шут и ай это среди это женский рот да далее давайте посмотрим на н генсер генсер это свитер то свитер которые мы одеваем когда будет тепло и холодно и он у нас мужского рода и н генсер то есть если мы говорим об определенном генсере то вот это н мы переносим в конец то и будет у нас генсерен генсерен если мы говорим данная генсерен этот свитер конкретный про которую мы говорим мы будем говорить данная генсерен далее смотрим ну вот и шут и это женский рот причем женский рот рубашка женский рот футболка женский рот в принципе здесь сходится также норвежском тоже женского рода футболка и это и рубашка далее эт шлипс эт посмотрите на артикль эт это значит сырей это значит средний рот эт шлипс эт шлипс да это мужской рот ой средний рот эт если мы будем говорить о конкретном галстуке то мы говорим шлипс эт да шлипс эт так сейчас я поярче экран сделал далее эй ай буксы ай буксы буксы это вообще здесь написано джинс мы говорим норвегии джинс то есть называем иногда английское слово джинс и также и говорим джинс я вильщи джинс я хочу купить джинсы да иногда а буксы это просто штаны то есть это могут быть и джинсы и штаны и брюки и какие-то вот и спортивные штаны то есть просто в целом это штаны ай буксы это женский рот штаны женского рода далее ай йокке это куртка здесь тоже сходится у нас артикли женский рот ай йокке то есть то что не сходится вы можете себе немножко записывать допустим эт шлипс это средний рот можете подписать сделать акцент на это потому что в норвежском не так много среднего рода но все же он есть да и на на некоторые слова которые мы говорим стол он мой а стол на норвежском средний рот допустим или хлеб хлеб мужской рот мы видим да он в норвежском языке хлеб и отбр это средний рот и это никак не объяснить то есть ну вот вот такие какие-то тонкости надо уже запоминать немножко записывать да далее это шарф смотрите здесь также это средний рот и шарф да не знаю с чем это связано ну вот так же шарф может носить и мужчина и женщина но вот здесь у нас средний рода далее ай-люэ ай-люэ то есть и вы знаете когда мы женского рода говорим в определенном уже артикле с определенным артиклем то мы говорим букса то то вот это эй вот это а и которая стоит здесь она уже произносится как букву а в конце то есть мы не будем говорить буксей да мы будем говорить букса или вместо ай-шута мы будем говорить шута да или люа то есть вот это ай превращается в буковку а в конце и тогда это будет у нас уже определенное когда мы говорим о конкретной шапке да ай-люэ это просто мы говорим о какой-то шапке ну какая-то шапка я хочу просто купить какую-то шапку а если вы уже рассматриваете какую-то шапку в магазине и вы говорите я ликеденна ли я люблю эту шапку конкретную шапку да далее далее смотрите это бельта это бельта средний рот также средний рот это бельта далее и м щуля вот вы заметьте что здесь и он что у нас платье мужского рода и он щуля да то есть это не зависит от на каком языке ну какой род у нас в другом языке дали это пар скул это пар скул если мы уберем пар и будем говорить об одной об одном об одной обуви то мы будем говорить это скул да это пар скул далее это пар сокер также скул это обувь у нас на это пар сокер это одна пара носков до одна пара вот этот этот артикель она он больше подходит к сейчас скажу к слову пар чем к слову сок потому что сок один то это будет н сок сок кино да определенно сокер это много это в неопределенном не определенной форме до далее ханский здесь просто говорится так как в это перчатки мы говорим ханский да я не знаю почему норвежцы не норвежскому не говорим это паре сапки ханский да но мы говорим ханский просто далее это шок шок вот это с к е будет у нас буквы такой шок и эта юбка и эту на средний рот это юбка среднего рода да то есть эти рад эти артикли это это придет все к вам потом то есть сейчас не нужно стрессовать вы можете пока что разговаривать с норвежцами без артиклей это не будет грубой ошибкой если вы будете говорить без артиклей они конечно понимают что вы только приехали что вы только изучаете язык что это все еще очень сложно и это не сразу придут эти артикли и долго изучать долго запоминать какой артикль мужского рода какого женского какого среднего то есть это все будет с нарабатыванием языкового так скажем языковой практики и запоминание новых слов артикли когда постоянно будут говорить ну давайте дальше пойдемте на наши тексты то здесь написано дю арбайдерми ты работаешь с вадю конси и бетекин что ты можешь сказать в магазине норь дю шепер кляр когда ты покупаешь одежду норь дю шепер кляр когда ты покупаешь одежду это вот об этом мы будем говорить далее урь фолькляр о клецин счет урь фолькляр о клецин счет то есть слова одежды название одежды и покупка одежды и счет это покупка ин счет и покупать помните у нас счет это глагол покупаем ин счет это как бы для себя покупаем да ин счет и клец это кляр ну одежды покупка одежды далее обе скривы но и без кривы это описание чего-либо но это что или чего-либо до что либо чего-либо обе скривы скривы это писать без кривы это описание обе скривы да это глагол давайте вы мы приходим давайте смотрим на ситуации мы приходим в магазин и к нам подходит продавец м сельгер продавец и она спрашивает канья ель педай это не значит что к вам пристают это значит что вам хотят помочь и вы не хотите если помощь что вы говорите на и так я виль нет спасибо я и виль баре сикки лет нет спасибо я хочу просто посмотреть как бы щеки это так поглазеть посмотреть порассматривать на щеке это такой вот помните что у нас буква к и и дает нам такой звук все все такой глухой немножко почти что как щеки но более глухой такой немножко шепелявый на щекелит щеки далее в урме и костын дэн генсерен вот смотрите помните и анген сыр вот этот артикель и если бы он просто сказал в урме и у нас у вас свитер да а он конкретно достал генсер достал свитер и спрашивает сколько в урме и костын и генсерен урме и костын и генсерен это значит сколько стоит конкретно этот дэна я шесть ничего и ничего отключились или на вас не слышно я тоже уже сказала что не слышно разговор а не видно и не видно пока а давно не слышно на второй картинке когда он покупает именно этот костюм не покупает а спрашивает цену то есть в урме и костын дэна генсерен да вот здесь остановились да да хорошо это сколько стоит конкретно этот свитер он ее и она отвечает дэн костыр фэм нити не круны фэм хендра нити не круны да это значит это этот стоит 599 крон этот генсерен да менде артретти процент работ 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 помните что такое скидка да скидки льготы да менде артретти процент работ по генсере и док это значит но мен помните да но сегодня или есть тридцать процентов скидка на свитера сегодня на все свитера сегодня тридцать процентов скидка она это объясняет то есть уже будет это стоит не не там не что откроем не 599 она 30 процентов меньше от этой стоимости далее юншель вольфин дырья и больно of the link in и допустим вы заходите в магазин какой-то и спрашиваете извините юншель помните да с кодает нам звук ш и пшель где найду я барны of the link in born of the link in это значит детский отдел на банн ребенок of the link это отдел дель это делить деле делиться до of the link это как бы отделенная часть то есть детский отдел и она отвечает вилькин стерлится сердию это да и она говорит какой размер стерлится это размер у нас до вилькин не вилькин а вилькин потому что у нас стерлится это мужской род поэтому стоит вилькин с артиклем в конце н до какой размер ты смотришь смотришь ты как бы сердию это это значит как бы ищешь ты или смотришь меня слышно видно и и и она отвечает хендра третти фиры хендра сетти это 100 134 размера до до детские здесь дети очень высокие и некоторые дети и некоторые дети в 12 лет могут быть выше вас и и поэтому 170 запросто для ребенка можно найти одежду если высокий ребенок далее но она отвечает что с фра хендра третти фире тиль хендра третти да и я продавец ей подсказывает дарь бута там далеко под дэн андре сиден а в касса на дру и на этой другой стороне от кассы то есть на другой стороне от кассы андре сиден это другая сторона от кассы а в кассы да далее смотрим вы пришли в магазин и вам нужно померить одежду и вы спрашиваете иншиль хадере прёве рум рум эта комната прёве это пробовать до прёве рум пробовательная комната можно сказать ну другими словами это там где переодеваются для того чтобы померить примерочная извините имеете ли вы прёве рум то есть и она и указывает горит я дарь бута теле менстры да там далеко там слева то есть там далеко слева далее вы приходите и говорите иншиль хадере как уда кардеры енны я кака из стърг如何 28 да извините модели та львые это кордка в размере, то есть и это в, да, говорят они в размере 38, размера 38, да, это, видите, они всегда говорят, это как обязательно слово, ну, так же, как вот они говорят так, всегда благодарят, так же они всегда говорят прежде чем, а когда говорят это значит это больше это больше это как, ну, извините, когда вы что-то хотите узнать, то есть смотрите, вот этот артикль помните, просто куртка была бы ай-я-ке, а здесь уже она показывает конкретную куртку, и это будет это дэ-не-я-ка, артикль ай перевоплотился в букву а в конце, да, ну, это это не обязательно вам прям прик-прик, как это сказать, очень похоже, так прям идеально разговаривать, поначалу можете не использовать так сильно артикли, чтобы прислушиваться, конечно, повторять, но вот главное, чтобы вас, чтобы вы правильно глаголы произносили и вообще слова произносили, поэтому мы, я с самых первых уроков давала вам произношение тех или иных букв, звукосочетаний, потому что вот это ш, если вы скажете унскюльд, унскюльд, ну, вас могут не понять, например, да, или хвилькен, если вы скажете, будете произносить букву х, да, и так далее, ну, и вот стерлсэ, да, на якой стерлсэ третийотэ, и она отвечает, эт эй еблик, эй еблик это мгновение или секундочку, она говорит секундочку или эт эй еблик, эй е это глаз, блик это взгляд, как бы, ну, да, одну секундочку, одно мгновение, най досвара, она говорит нет, к сожалению, досвара, когда вам говорят досвара, это значит что-то, вот сожалеют они, да, Так это не выглядит, то есть, так это не выглядит, это значит, походу нет, похоже нет, у них такой же якки в стерильсе в размере 38, да. И это еблик най десверра, да, десверра, десерки шликют, вообще, серкиют, помните, десеркиют, это значит, о, ты плохо выглядишь, если вам говорят, о, десеркиют, если вы пришли, допустим, если вы болеете, допустим, пришли с температуры в школу, хотя это нельзя сейчас делать из-за короны, ну вот, и вам говорят, педагог, о, десеркиют, то это значит, что ты выглядишь плохо, и могут что-то спросить, хардюфебер, у тебя есть температура или что-то такое, да. Так, ну давайте дальше, шлик, это значит так, шлик, это значит так, а еще есть шлик, это есть глагол шлики, там облизывать мороженое, да, шлики, или там собака облизывает себе раны, у шлики, шай, то есть она себя облизывает раны, допустим, или что-то там, ну вот, или кошка, да, там, моет себя, то есть шлики, а есть шлик, это вот, когда шлик, то так, значит. Далее давайте мы рассмотрим текст, текст у нас уже, мы пошли, текст называется Стелла форь ни екляр, Стелла получит новую одежду, да, Стелла получает новую одежду, то есть салг, это когда вы видите салг, это значит распродажа в норвежских магазинах, летом бывает, во всяких там Хэндэм, там Линдекс Кюбен, там Биг Бук и разные-разные-разные магазины, у них есть распродажи, и вы можете смотреть, ходить между прилавками, и у них есть прям прилавок, где красненьким указывается на ценниках, красненькие такие бирочки, или желтенькие, и написано салг, да, это значит распродажа, и там уже будет, допустим, куртка, которая стоила там, не знаю, 500 крон, она будет уже там за 200, или там еще меньше, за 175, и так далее. Ну, давайте посмотрим. They are lerdag morgen. Это есть суббота утра. Да, обычно норвежцы по субботам магазины забиты, потому что все бегут в магазины, всю неделю работают, и потом бегают в магазины. Поэтому в субботу и с парковками проблема в магазинах, и очень много людей в магазинах. Ну вот. They are lerdag morgen. Jön sitter улесер ависа. То есть он, jön, да, помните, что е, вот эта буква j, английская, она у нас в норвежском всегда произносится как е, е. То есть jön. Jön, 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 bane, stashun. Это значит железнодорожная станция, да. Jön – это железо, jön. Jön bane – это железная дорога. Jön bane. А здесь jön, jön. Хо не произносится, это будет jön. Jön сидит и читает газету. Ависа – газета. Он смотрит, что начинается распродажа. Что сейчас распродажа. Салг – это распродажа. Но это сейчас, да. Охан блиргла. И он становится радостным. Блир – это становиться, помните, да. Охан блиргла. И он становится радостным. Стелла – дочка. Трэнгер ниякке о нибуксе. Стелла нуждается в новой куртке и в новых брюках, да. Ди – это значит в газете, в каком-то магазине. Поэтому они написали просто «ди», они, да. «Ди» har я эй фин якке, til 349 кронер, по «modrigорнет». «Mодrigорнет». «Дэнгернет», это магазин. и они пишут они имеют красивую куртку за 349 крон на мута йорнет мута йорнет это называется скорее всего название магазина вообще мута это мода если что если мы разберем это это слово мута это будет мода а йорнет это угол угол моды да вот если так перевести это мута йорнет но скорее всего это просто название магазина дихарь оса билле буксы дать они имеют также дешевые билле штаны или брюки да там они также имеют дешевые штаны да там же в этом же в этом же магазине и и он сиер тиль анне анне это жена его скорее всего да йон сиер тиль анне от хан харь лист тиль ого по салгет и он говорит анне вообще норвежские слова особо не склоняются то есть то что написано анне это не значит что написано анне да это значит что ее зовут анне то есть норвежском языке есть буквы а есть очень много женских имен которые окончают делают которые оканчиваются на буква и например вот я элина да а норвежское имя элины и меня очень часто называют или 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 элин элина норвежском также в исландском и других языках а есть ли они да потом марии там фриде там ну там разные разные окончания на и то есть и здесь не склоняется никак имя анне и и именно зовут анне и он сиер тиль анне он говорит анне от хан харь лист фуре го по салгет от у него есть желание лист хан харь лист он имеет желание чтобы идти на распродажу го по салгет идти на распродажу амны канны кебли мэ она не может с ними быть то есть ну у нее наверное какие-то дела я и блирьям мэ говорит она я буду дома да я буду дома форь яй харь мие ойёре вот видите норвежцы иногда произносят форди а иногда говорят форь форь это как бы укрощенная версия форди форди это потому что да когда мы говорим форди потому что нам можно было бы написать яй блирьям мэ я буду дома форди яй харь мие ойёре потому что мне надо много чего делать у нее много работы дома да говорит она то есть но здесь не не произносится форди здесь говорится форь яй харь мие ойёре вот это форь вообще на самом деле это слово которое переводится как для для но вот в этом предложении она произносится как как потому что да далее мэн яй кан хан для ин мат говорит она о лаге мидаг но я могу мэн яй кан но я могу закупиться хан для это закупиться покупать англи вообще хан для это как это как действие если он если кто-то допустим что-то хочет сделать он говорит хан для ингер дата диссы хан для ингер хан для ингер это значит это не значит что они закупились англини это действие действия но конкретно здесь она говорит я могу закупить и на мат то есть закупить внутрь то есть еду и приготовить обед да и он говорит здорово сварер йон флот сварь йон флот сварь йон флот сварь йон флори это отвечает сварь далее йон остелла он берет дочку и они едут в город йон остелла тар бюсен тиль биен видимо не живут там чуть подальше от центра и они берут автобус парь бюсен тиль биен да стелла ликер о щёре бюс стелла стелле нравится ездить в автобусе когда говорится ликер у щёре бюс это не значит что она вообще щёре это водить до водить также когда это идет вот в этом предложении стелла ликер о щёре бюс это значит стелле нравится сидеть в автобусе не значит что она села за вождение за руль и начала вас вести автобус нет это значит что ей просто нравится ездить в автобусе но они так произносят и строится предложение как стелла ликер о щёре бюс и также когда вашего ребенка допустим ну вы договорились с мамой или с кем-то у кого-то есть машина кто там допустим живет далеко или им по пути в школу вы можете договориться что если родители возят машину ребенка в школу вы можете договориться попросить спросить могут ли они забирать также вашего ребенка в школу это нормально здесь эта практика нормальная кстати но и они тогда спрашивают вы тогда можете спросить вен ну если допустим ваш или вашего ребенка привезли или там какой-нибудь день рождения допустим и вашего ребенка привезли домой и вы спрашиваете вен то есть счет это значит это не значит что он ехал за рулем это значит что он был пассажиром да то есть еще это не только ввести автобус но и быть как пассажиром да помните с е дает нам звук ш пассажир на фюнхиль сыр по аллы пассажир на это значит хиль сыр это значит она говорит хай всем пассажирам она заходит в автобус и всем она наверно маленькая и говорит хай для всех то есть для всех пассажиров хюнхиль сыр да ди смилер о хиль сыр тель баке норвегии это когда вы идете по тюр когда вы идете в походы либо зимой будете ездить на лыжах скорее всего с вами будут здороваться и говорить хай или вы можете первыми говорить хай и вам будут улыбаться и говорить хай это нормально не только уже норвежцы от те кто уже давно живут здесь норвегии поляки там литовцы там англичане кого докли нет и они будут вам говорить хай шведы дан датчане да вот и вы им отвечаете хай да и также наоборот если вы им говорите хай они вам говорят хай обычно это такая традиция и здесь написано дейс миллер они улыбаются о хиль сыр тель баке и приветствуют обратно то есть тель баке это обратно это значит ну приветствует ее также на далее йон остелла йон остелла горь а в бюссен и центру йон остелла выходят из автобусы выходят из автобуса в цен в центре и центру йон остелла это тогда тогда со годи тиль барне авделлинген по по муты йорнет тогда они идут или а идут они в детский отдел барна авделлинген по на муты йорнет в отдел моды или там модный отдел это так скорее всего силой хай швы и ценности о хан сыр по якер а буксер и он сыр по якер а буксер якне тил древний Куртки за 349 крон, красивые, есть красивые, но они также имеют Куртки за 299 крон, за 299 крон, Стелла стоит и смотрит на шапки, ей нравятся шапки, да? Она смотрит на зеленую шапку с помпоном. «Ден ар фин», это она красивая, да? «Ден ар фин». «Две девочки в садике, в барнахаген, в ее садике. Вильде, видите, опять окончание у нас на «э», «вильде» – это имя, «вильде». О, Ясмин, ну, если по-английски, то Джасмин, а здесь Ясмин, имеют Такие, шлики, такие зеленые шапки. То есть у них такие же зеленые шапки. Ян тар эй-руса-якке. Ян тар эй-руса-якке, ото гуле-яккер, огорь бочтил Стелла. Ян берет одну розовую куртку-якке и две желтые, гуле-яккер, да? И идет далеко к стелле, да? Она пробует... Хун прёвер яккене, да? Бочт, это далеко к стелле. Она пробует куртки, они подходят. Ди пасырь, пасырь, ди пасырь. То есть куртки подходят. Стелла виль ярн ха-дэн-руса-якка. Стелла с удовольствием, помните, ярна – это с удовольствием, да? Хочет с удовольствием иметь эту розовую куртку. И Йон говорит, что это хорошо. Ну, соглашается, да? Так, вот они покупают эти ярки. Сейчас мы посмотрим. Далее. Продолжение текста. Да, вот она попробовала, понравилось. И далее. Этэрпо. Этэрпо. Прёвер стелла эй буксе. После этого пробует стелла штаны. Да? Дэн ар фор стур. После пробует стелла брюки или штаны, которые ей предлагают. И Дэн ар фор стур. Штаны ар фор стур. Да? Хотя буксы женского рода. Но Дэн – это как бы это. Это. Если мы говорим стур, то это просто большие. А когда мы говорим фор стур, то они большие, которые не подходят. То есть фор стур. Если слишком маленькие, то говорят фор литен. Вот это фор присутствует, когда говорят слишком большие или слишком маленькие. То есть если вам что-то не подошло, там блузка или что ещё там, джинсы, вы говорите. Дэн ар фор стур. Кан я фор литминдра. Сторелься. Допустим, да. Могу я получить литминдр немного меньше размер. Вот Дэн ар фор стур. О экспедиторен. Вот сложное, наверное, слово, да. Экспедиторен. Ну, экспедитор, можно сказать. Это тот человек, который работает в магазине. Он же и кассир, он же и развешивает товары. Он же и помогает людям выбрать одежду. Экспедиторен называется, да. Хентер и онен стурился. Элечка, я извиняюсь. Не видно начало текста. А, не видно начало текста. Так. Вот так. Так получше чуть-чуть? Левую сторону. Не видно с левой стороны. А, это там обрезано. Вот текст начинается вот отсюда. Эттрепо. А там это тот текст, который был на прошлой, на вот этой страничке. Я имею в виду начало. Поняла? Начало каждой строчки не видно. О, вот сейчас всё видно красиво. А, да. А сейчас? Отлично. Ага, хорошо. Спасибо большое. Ага, пожалуйста. Так. Сейчас, сейчас скажу. Экспедиторен хентер и онен стурился. И то есть продавец или там кассир, ну это одно всё и то же, это называется экспедитор. Хентер, это значит идёт и забирает, предлагает другой размер. Онен стурился. Дэн пассырь. Дэн пассырь. То есть подходит, это подходит штаны, да. Йон серпу прессен. Йон смотрит на сцену. Хюндре сёттини кронер. Да. Хюндре сёттини кронер. Сто семьдесят девять крон. Дэн ар икке посалг. Это не на распродаже. То есть штаны, которые стоят, они не, 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 без скидки, да. Не на распродаже. Саммин с яка будет 478 кронер. Вместе с курткой. Вместе с курткой это будет 488 крон, да. Стелла, у неё есть желание купить ещё также шапку, да. То есть хор лист по. Вы можете спрашивать, допустим, ребёнка. Если он хочет мороженое, то ему задают вопрос. Хор лист по из. То есть у тебя есть желание есть мороженое, ну, или мороженое. Хочешь мороженое, ну, другими словами, да. Стелла, хор лист по айлюя оса. Ос это тоже, да. Также она хочет и зелёную шапку. Хюн висер йон ден греннэ лёя. Она показывает висер. Она показывает йону ден греннэ лёя. Она показывает зелёную шапку. Кан яй фо деннэ лёя, папа, спрашивает она. Могу я получить эту шапку, папа? Дэн аж со фиин. Она говорит, она такая красивая. Да. Сир стелла, говорит стелла. Йон сер полюа. Йон говорит... Йон смотрит на шапку. Грён лёя орусаякке? Спрашивает он её, да. Грён лёя орусаякке. Это немножко странно, немножко, да. Но очень по-норвежски. И синие штаны, и ещё жёлтые ботинки. Это будет очень по-норвежски, как они ходят в походы. Можете это заметить, кстати, да. У них такие яркая-яркая именно походная одежда. Они яркие, потому что всё-таки в горах, когда, ну, если кто-то потерялся или что-то, всегда яркую одежду более заметная. И поэтому норвежцы, вы можете заметить в магазинах, там, Интерспорт, XXL и разные другие магазины, вся спортивная и походная одежда, которая у них ходит в леса и так далее, она очень яркая. И в садиках также яркая, какие-то вот яркие одежды. И кажется, что, ну, надо розовую шапку к розовой куртке. Но нет, вот она вот выбрала зелёную шапку и розовую куртку. И это нормально, по-норвежски очень. Вот так. А он удивительный. Он удивляется. Он из Чикаго. Он из Америки. У него немножко другой менталитет, наверное. И он спрашивает, зелёная шапка и розовая яка? И потом говорит, я дебли культ. Говорит, да, это будет круто. Отвечает сварер хан осмилер. Отвечает он и улыбается. И далее. Стелла блиргла. Стелла становится радостной. Смотрите, все три слова в женском роде в определённом числе уже. И всё вот это ай перешло на а, превратилось в букву а в конце, и будет яка, букса, олюа. И он платит за яку, за куртку, за штаны и за шапку. Деблир фэмхюндра секстиотте кронер. Это будет пятьсот шестьдесят восемь крон. Экспедиторен легер кларне. Экспедиторен – это вот кто на кассе стоит. Можно называть её, можно даже кассиром. Кладёт легер кларне и эн пусе. Она кладёт вещи в пакет и эн пусе. Огир ден тиль стелла. И даёт это ден. Подразумевается, наверное, пусе, пакет. И даёт это стелле. В понедельник утром имеет стелла новую куртку, новые штаны, Нибуксарь и новую Льюя и Барнахаген, и новую шапку в садике. Вильде о Ясмин. То есть уже, ну, это просто уже рассказывается, что в понедельник она уже пришла в садик, и на ней одета новая куртка, новые штаны и новая шапка в садик. И вильде о Ясмин, синс, синс, это кажется, или им, ну, это кажется, как бы, да. Вильде о Ясмин, им кажется, что стелла ар кюль, что стелла крутая. Кюль – это как бы такое слово крутая или классная, да. Крутая или классная, то есть если кто-то что-то делает или классно как-то выглядит, вы можете сказать дюар кюль, да, ты классный, ты крутой, да. А если крутой в плане поступков, допустим, забрался на 2000 метров гору, да, то тогда это тэфт, тогда это круто, но в другом уже предположении тэфт. Это дюар тэфт, или тэфт, допустим, если человек, там, не знаю, змею может взять, там, за хвост ужа, там, или еще кого-нибудь, там, гадюку. Сейчас, кстати, очень много гадюк появилось в горах, осторожненько. Ну, они в основном боятся людей, они не нападают. Ну, громко топайте, и если вы видите гадюку, и она сразу уползет. То это тэфт, то это тэфт, дюар тэфт, да. Тэфт – это может быть также о каких-то времени, о каком-то времени. Кто-то переживает очень какое-то время неблагополучное очень, или там что-то происходит, да, и говорит тэфетидр. Это такие времена, такие очень не в том смысле крутые, а в том смысле, что тяжелые времена, да, тэфетидр. Да, что не каждый, не каждому по плечу. Тэфи – это как бы не каждому по плечу, да. Так, давайте мы посмотрим 8b. У нас 53 минуты уже. Вот, ну, немножко диалог, да, рассмотрим чуть-чуть, и я вас отпущу. 8b. Мария и Сюзан общаются по телефону. Мария говорит. Фуэнтес вашего. Фуэнтес вашего. Что значит фуэнтес? Фуэнтес вашего. Может быть, это на испанском? Потому что Мария, по-моему, с Латинской Америки. У нас Южной Америки. Поэтому, наверное, она говорит фуэнтес, и потом говорит вашего. Фуэнтес вашего. Пожалуйста. И Сюзан. Кан я снакки, мэй, Мария? Да. И Мария говорит. Я. Да я, Мария. Она, наверное, сказала по-испански. Фуэнтес. Или по-бразильски. Как бы, алло. Наверное, это алло на испанском. Когда берут трубку и говорят алло. Да. И будет фуэнтес. Далее. Кан я снакки, мэй, Мария? Могу я поговорить с Марией? И Мария отвечает. Я. Дэ ар, Мария? Да, это Мария. Сюзан говорит. Хай, Мария. Дэ ар, Сюзан? О, Мария отвечает. Хай, Сюзан. Вудан горе? Как дела? Ва йорды? Привет, Сюзан. Как дела? Что делаешь ты? Что ты делаешь? И Сюзан отвечает. Икино спесельт. Икино спесельт. Это значит ничего особенного. Ну, такого специального, да. Скал вита энтур тель бьен. Давай возьмём тюр тель бьен. Это значит, пойдём прогуляемся в город, да. Та энтур – это значит прогуляемся, да. Давай пойдём в город, да. И Мария говорит. Я, ярна? Да. Она говорит. Да, с удовольствием. Твилингене архуснуен веннер. Твилингене – это её дети. Помните, Сандро и Сандра. И они в гостях у каких-то друзей ночуют. Это очень часто, кстати, в Норвегии, что дети ночуют друг у друга дома. Это очень часто могут и к вам. Ну, конечно, предварительно всё спрашивая. И могут попросить родителей, чтобы, если вы доверяете родителям, то можете отпускать своих детей, ночевать у других детей дома. Ну, конечно, лучше знать. Ну, это в основном одноклассники, да. Далее. Она говорит. Твилингене – мои близнецы у каких? У друзей. У своих друзей. Я возьму с удовольствием битюр. Это значит, я с удовольствием прогуляюсь в город, да. Я тарьяр на энбитюр, да. Сюзан говорит. Яй хорлистиле сепокляр. Яй... У меня есть желание посмотреть на одежду, то есть пойти в магазины, да. По магазинам пройтись. Яй вильяр на щёпе эт нит шокч. Она... Я хочу с удовольствием купить новую юбку, да. И Мария говорит. Ой, какая фраза норвежская. Сиер дюде. Наверное, вы слышали это такое. Отипично. Типиск норвежксетнинг. Норвежское предложение типичное. Сиер дюде. Когда вам что-то говорите, и кто-то... Ну, наверное, я понимаю, Мария думала, может быть, они пойдут просто в кафе и посидят. А Сюзан говорит. Я хочу одежду посмотреть, да. И Мария немножко удивляется. Это как бы такое как бы и удивление, и в то же время такое как бы... А, ты так говоришь, да. То есть сиер дюде. Услышите много-много раз норвежцы вам будут говорить это. И учителя особенно. Далее. Сюзан говорит. Сюзан говорит. Я. Виканго лит и бютикер. О, этепо. Канви го по кафе. Да. Мы можем походить немножко в магазинах. Да. И бютикер. И после. Этепо. Канви го по кафе. И после этого можем мы пойти в кафе. И Мария говорит. Ярне. Норскал ви трефес. Ярне. С удовольствием. Видите, у них везде ярне, ярне, ярне. С удовольствием, с удовольствием норвежцы. Всё делают с удовольствием. И наслаждаются жизнью. Сейчас и сегодня. У них всё неторопливо. И киностресс. Они не любят стрессовать. У них всё вот так. Норскал ви трефес. Когда мы встретимся. И где? О, вурь. Да. И Сюзан говорит. Утен форщи нуэн ом эн тиме. Возле кино. Возле кинотеатра. Через час. Ом эн тиме. Возле кинотеатра. Через час. И Мария говорит. Дэри кино и проблем. Висес. Да. Никаких проблем. Увидимся. Да. Далее. Вот они уже в магазине. Сюзан пришла в магазин и говорит. То есть ей нужна помощь. Она спрашивает экспедитора о помощи. И она говорит. Извините. Мне нужна немножко помощь. Яй тренгер. Тренгер. Это нужна. Немного помощь. А дю леди. Леди. Это значит свободно. Когда вы подходите в кафе. Или там садитесь за столик. Как там в Икее допустим. И вы видите. Что место свободно. Но вы не уверены. Вы можете спросить. Are the lady? Are the lady? То есть это свободно место. Или столик свободен. Are the lady? Вот она спрашивает конкретно экспедитор. Что она не занята. Are the lady? Ты свободна? Экспедитор говорит. Я. Вашигу. Да. Пожалуйста. Вашигу. Варь. Со. Гу. Помните что. Ш. Ш. Буквы сочетания. Эр. С. Дает нам звук ш. Вашигу. Вашигу. Сюзан. Харь. Дере. Дете. Харь. Дере. Дете. Шутет. Истерлся. Фирти. Имеете ли вы эту юбку в размере сорок? Размеры сорок, да? И экспедитор говорит. Эт ойблик секундочку или мгновение. Ну, минуточку, секундочку, да? Я харь арде. Она говорит. Да, здесь есть это. Виль дю прёвде. Хочешь ты попробовать? И Сюзан говорит. Я. Яр. Экспедитор показывает на примерочную. Говорит. Преверум. Примерочные там далеко, справа, да? И Сюзан отвечает. Финт. Прекрасно. И пошла мерить. Далее Мария с Сюзан встречается. Она купила юбку. И Мария её спрашивает. ЛИКЕР ДУ ШОРТЕТ? ЛИКЕР ДУ ШОРТЕТ? Да? Нравится тебе юбка? И Сюзан говорит. О, я. Дэ ар вэлди фин. Она, да. Она такая красивая. Мария спрашивает. И Сюзан отвечает. Дэ костэр трэхундрэнитиньи кронэр. Да? О, Мария говорит. О, дэ ар дирч. Я шёпер клар по интернет. Дэ ар икке содирч. Говорит. Ой, это дорого. Я покупаю одежду в интернете. Эта не так дорого. Дэ ар икке содирч, да? Эта дирч. Я шёпер клар в интернете. И Сюзан ей говорит. Сиэр дюдэ? Вот снова вот этот вопрос. Сиэр дюдэ? Удивление, да? Мен я ликер упрёвэ клар на фэршт. Но я... Мне нравится попробовать сначала одежду, прежде чем купить, да? То есть по интернету тяжело. Я ликер дэта шуртет. Я шёпер дэ. Мне нравится эта шурта. Я покупаю её. Далее они идут в кафе. Эттэ по горди по кафе. Ди финнер эдбурь в винду. Они находят столик рядом с окном. Кто был вот в Икее, тоже, наверное, видели. Или просто в любом другом кафе находит какой-нибудь столик возле... Видите? Эдбурь. Средний род. Заметьте. Эдбурь. Вэ виндуэт. Тоже виндуэ – это средний род. Окно. Оно. Эдвинду. Вэ – это значит около. Они находят столик возле окна. Сюзан Брюкер де Ние шуртет. То есть Сюзана сразу одела эту юбку и пошла прям в ней уже после покупки и использует эту новую юбку. Шуртет арь пент. Мария ликер фарген. Юбка красивая. Марии нравится цвет. Дэн арь. Дэ арь эн нидли рю фаргэ синс хю. Она считает, что это красивый, прекрасный, красный цвет. Ну, здесь больше бордовый, если мы так посмотрим на юбку. Это больше не красная бордовая юбка, да? Нидли. Вот это слово нидли, оно произносится, в принципе, это такое прилагательное, которое норвежцы произносят и по отношению к ребёнку, и по отношению к чему-то, и к человеку, и к одежде, и ко всему, чему угодно. Они говорят о нидли. Это как бы прекрасно. Как бы финт, но прекрасно уже. Ну, такой вот мило, как бы мило. О, так мило, да? Это милая бордовая, бордовый цвет, считает она, да? Мария щёпер эт стике шоколады каке. Мария покупает кусочек шоколадного тортика. Шоколады каке. О, эн, коп, кафе. И одну чашку кофе. Вот шоколады каке и чашку кофе, да? Сюзан щёперь эт рюнстике ме уст. Что такое рюнстике? Рюнстике – это вообще как булочка, но здесь показан багуэт. Они иногда прям пишут багуэт. Это такое французское большее слово. Багет. Там, не знаю, по-моему, он багет называется тоже в норвежском. Ну, они назвали вот это. Это вообще-то багет. Но они назвали это рюнстике, булочкой. Рюнстике – это рюн. Рюн – это круглый. А стике – это кусок. Ну вот, Сюзан купила булочку ме уст о шинке с сыром и ветчиной шинке, да? Они сидят и разговаривают часами, часами, то есть соскучились. Это так приятно, да? Приветливо, приятно. И время летит, да? Вот такой у нас текст. Это о том, как они сходили в город. Ну всё, я думаю, что мы уже, наверное, пока закончим на сегодня. И тогда я благодарю всех, кто был. Спасибо огромное.